Интернет предоставляет нам уникальную возможность практически в реальном времени знакомиться с новостями, идеями, проектами. Правда, некоторые сообщения вызывают иногда стойкие ассоциации. Ну, например. В Кисловодске планируется строительство здравниц общей емкостью до 20 тысяч койко-мест. Фактически речь идет о создании нового курорта, нового Кисловодска к востоку от национального парка Кисловодский. Нечто знакомое, не правда ли? Как говорил незабвенный Михаил Задорнов, ну, готовы. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва – Старые Васюки. Новейшая история Каминвода знавала разные периоды, начиная с проекта закона о статусе региона, внесенного в Госдуму аж в 2003 году, и успешно отклоненного в 2011. Затем последовала куча проектов с нахально-цветистыми названиями типа «Горное море», «Капельная балка», «Грант Спаюца». Их сменили вариации на тему особых экономических зон, включая с треском провалившийся проект медицинского кластера. После идеи поделить край на две агломерации, уж совсем недавно муссировалась тема некоего мастер-плана Каминвод. И вот новая затея. 4 марта мэр Кисловодска Евгений Моисеев на своем телеграм-канале торжественно объявил. Все, заявка ушла в Москву, в Министерство экономического развития Российской Федерации о создании на Каминводах особой экономической зоны на территории Кисловодска, Железноводска, Есентуков и Лермонтова. Да, разумеется, пока это только заявка, и до распоряжений, постановлений и указов дело не дошло. Но, как ни странно, эти планы напоминают мне прожекты полетов на Марс. В них никогда нет и слова о том, что лететь-то до Марса, по самым скромным подсчетам, аж 6 недель. А экипажу даже из двух человек каждый день надо что-то есть, пить, дышать и, извините, мыться. То есть космическому кораблю нужно цеплять еще пару вагонов с водой, едой и кислородом. Вот и с Нью-Васюками, то есть, простите, с Кисловодск-2 возникнут аналогичные проблемы. Уже сегодня в Кисловодске есть сложности с транспортом, водой, канализационными системами. И это при существующих 17 тысячах койко-мест. Их увеличение вдвое, как минимум, вдвое увеличит и все существующие проблемы. А кроме того, добавит антропогенную нагрузку. Как известно, идея Нью-Васюков лопнула аки-воздушный шарик, а Стапа с Кисой едва не побили. Авторов же нынешнего переустройства Каминвод хочется спросить, а вы просчитали последствия реализации ваших прожектов? Или для вас важно в очередной раз выстрелить очередной идеей исключительно ради пиара?